Моя планета представляет. От создателей войны миров, закона природы и могло быть хуже. Тимофей Баженов в проекте Рейтинг Баженова Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск чудо-передачи «Рейтинг Баженова». Меня, если вы еще не забыли, зовут Тимофей Баженов. Продюсер Алексей Куренков. Сегодня я отправляюсь в суровые и родные Владимирские края. И буду пользоваться настоящей сермягой. Ёлки до березы. Вот что окружало наших предков и будет окружать меня. Смотрите, я уверен, будет интереснее обычного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дикарь Это рейтинг Баженова. Меня зовут Тимофей Баженов. Оказался я в чудесном месте. Полным-полно молоденьких мертвых елочек. Руки так и тянутся к топору. Ну, а физическая работа, конечно, человек согревает. Поэтому куртку сниму. Для того дела, которое я задумал, идеально подходят высохшие мертвые елки лет по 12-14. Как вы видите, я уже натаскал некоторое количество строительного материала. И теперь, пожалуй, самое время воздвигать. Вот здесь надо сучки поубирать, потому что они мне, конечно, будут мешать сильно. Эта елка живая, поэтому повреждать ее ни в коем случае не нужно. Сухие ветки нужно убирать не вдоль ствола, чтобы они как бы снимали с собою кору с елки, а примерно в сантиметре от ствола. Тогда для дерева никакого вреда не будет. Одним концом убираю в елку, другим в землю. А вот здесь, сучки, не убираю. Кстати говоря, вот такой способ строительства хорош тем, что не требует ни веревок, ни проволоки. Практически ничего не нужно для того, чтобы такое сооружение воздвигнуть. Итак, первый турник готов. Это, кстати, должно быть очень прочно. Вот видите, абсолютно никак не привязываю. Так. Потолще и покороче. Под него. Вот так. Вот таким образом. Где-то тут я срубил еще одну. Толстую, короткую. Это вот сюда. И еще одну жертв нужно положить. Никогда не используйте живые деревья, потому что они гораздо лучше гнутся. и такой прочности на живом дереве не достичь. Вот, видите, вешу и нормально. Можно сказать, параллельные брусья. И вот теперь, когда два таких турника готовы, я пойду заготавливать жерди. ДИКАРЬ ДИКАРЬ сначала на одну поверхность, а потом на другую. Вы можете сказать, что это такое за другая поверхность, мы ее не видим. А скоро увидите. Не быстро все. Скоро-то только кошки родятся. А сказка сказывается долго. На телевидении ведь почти все сказка. Просто бывают сказки добрые, а бывают сказки злые. Я надеюсь, что рейтинг Баженова эта сказка добрая. Добрая и полезная. На всякий случай запоминайте. Вот эти жерди отесывать сильно не нужно. Нужно, чтобы из них сучки торчали. Скоро поймете для чего. Вот как в кино-то все быстро делается. Да? Туда-сюда вроде бегает и не устал вовсе. А я вам хочу сказать, что на самом деле это большой труд. Палочки-то вот сюда притащить, да чтобы они еще ровные были, да аккуратно их так поставить. Обратите внимание, все сучки торчат наверх. Это сделано осознанно. Сейчас вы поймете зачем. И если какая-то палка толстая, то рядом я кладу тонкую. Если комель вверх, то следующая палка комлем вниз. И все это обеспечивает ровность площадки. А теперь самое время приниматься за вторую сторону. Ну вот и все. Последнее бревно. Как говорится, выше стропила плотники. Обратите внимание, оба упора у меня с той стороны. Та главная сторона крыши выходит над второй стороной. То есть если пойдет дождь, капли не будут попадать. Они будут стекать по этому краю, а в щель, которая образуется между двумя стыками, будет выходить дым. Это на самом деле древнее устройство жилища. Так делали и наши предки, которые жили на нашей земле еще до того, как Русь приняла христианство. Так делают охотники и военные. Но охотники называют такое место ночева, а военные – дневка. Потому что обычно это используется в разведке, а разведчики днем спят, а ночью работают. Ну, теперь самое время заняться кровельным материалом. Лопаты у меня нет, поэтому копать я буду топором. Вообще, конечно, крышу у таких домов лучше крыть мхом. Обычно я строю такие укрытия в сосновом бару. Но здесь елки и мха нет, поэтому буду использовать обычный дерн. Копать топором – большой грех. Сейчас он затупится. Но потом заодно я покажу вам, как его в лесу без бруска заточить опять до бритвенного состояния. Дерн нужно снимать примерно вот такой толщины. Толще не нужно, а тоньше не имеет смысла. Дело в том, что он должен защитить укрытие от воды и в то же время не обрушить крышу своим весом. Довольно сложно отрывается. Была бы лопата, конечно, было бы все быстрее. Но руками, мне кажется, это даже лучше. Это ближе к природе. Такой вот прямо настоящий натуральный дом дикаря. Дикарь. Лиха беда начала. Первый кирпич в основании моей крыши. Это будет настоящий домик хоббита. Вот увидите. Тут никогда не нужно спешить. Всегда нужно начинать снизу. Не идти вверх раньше времени. И видите, сучки-то я оставлял для того, чтобы дерн накалывать. Чтобы он не сползал вниз. Надо было, конечно, вот эту елку тоже свалить. Почему я не заметил, что она сухая? Было бы хорошо, удобнее работать. Она мешает вообще. Ну-ка. вот так-то лучше. Вот здесь получается немножко длиннее, но это мне тоже понадобится. Загибаем внутрь. Вот это у меня длинная колбасина получилась. так. Это сюда. Вот. Прекрасно. Чем длиннее колбаса, тем меньше дырок. Меньше дырок, меньше течей. Погода непредсказуемая, дождь может начаться в любую минуту. Разбудил я, конечно, комариков, пока дёрн срывал. Кусаются они жесточайше. Да и, надо сказать, пот глаза заливает. Осталась самая сложная часть, верхняя. Когда-то совсем недавно видел на одном известном хостинге видеоматериал, как китайские рабочие штукатурку наверх передают, перебрасывая с мастерка на мастерок. Я, конечно, до таких высот не дошёл. Но здесь вот нужно именно кидать, а то обвалится всё. Оп. Вот видите, всё обвалилось. И на старуху бывает проруха, что означает, что и пожилую женщину могут лишить девственности. Сколько с человеки лишней воды. И вода-то солёная. Глаза ест. Наверху действительно оказалось очень сложно укладывать крышу. Я решил оптимизировать своё производство. Сейчас буду делать лестницу. Я вам говорил, что это устройство должно быть необычайно крепким. И очень рассчитываю, что я вам не соврал. Потому что сейчас я как раз это буду проверять. Я в одной из своих передач когда-то рассказывал, как меня учили варить, заниматься электросваркой. Я пришёл и мне говорят, ну, бери сварочный аппарат, вари лестницу. Я сварил. Они говорят, вот теперь ставь и лезь по ней. Я залез до второго этажа и оборвался. И вот после этого стал к науке относиться с гораздо большим уважением. Так что теперь будем проверять, насколько крепкая крыша, насколько удобная лестница и насколько я ловкий. Так. Вот так. Ну что, нормально. Здесь, кстати, и огрехи видно. Можно дырочки позакладывать. нормально получается. И крыша крепкая, и лестница удалась. А красота какая. Это рейтинг Баженова. Чудо-передача. Чудо-ведущий Тимофей Баженов. Чудо-домик. Как для гномика-хоббита. А на самом деле для человека. Просто для дикого человека. Ну а теперь обещанный фокус. Для того, чтобы заточить топор, достаточно срубить вот такое полежка. Оно должно быть смолистое. Ни в коем случае нельзя брать поленье от лиственных деревьев. Толку не будет никакого. Даже не сможете повторить визуально то, что я сейчас буду показывать. Вот так надо положить полено, накрошить земли, приплюснуть ее, даже, может быть, пробить немножко его обухом или чем-то твердым прихлопнуть. Через какое-то время излишки земли уйдут. Там брусок получится практически идеальным, выведенным под ваше лезвие. Можно так точить и топоры, и ножи. Главное, следите за углом, чтобы угол заточки не сбивать. То есть, если вы в эту сторону идете под углом примерно, ну, вот как пальцы расставлены, вот так примерно нужно держать. Значит, вот под этим углом вверх, потом под этим же углом вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Заточить абсолютно тупой инструмент таким образом нельзя. но правит прекрасно. Можно даже бритвы править таким образом. Лучше, чем на кожаном ремне. Нет у меня с собой листа бумаги для того, чтобы его картинно разрезать, как это делают любители острых ножей и топоров в интернете. Но поверьте, эта штука очень острая. Вот поднесу сейчас к микрофону и попробую ногтем. И вы услышите, насколько заточено лезвие. Слышите? Аж звенит. А тупые ножи не звенят, когда их пробуешь. Ну, пошел дальше. Брусочек оставлю здесь. Дикарь. Дерна накопал, топор после дерна заточил. Пить охота вы видели, что пот с меня градом лился. Да и жарище на самом деле нешуточное. Воду куда-то надо набрать. К тому же вода здесь вся грязная. А из копытца же нельзя пить. Козленочком станешь. Буду делать берестяной туесок. Вот эта береза не подходит, потому что кора на ней вся в трещинках. Нужно искать с гладкой корой. Та береза не подходит, а вот это сердцем чувствую то, что нужно. Да, действительно. Посмотрите, здесь ствол гладкий. Вот здесь пройдут границы моего реза, потому что там, где есть прыщики, там уже будут дырочки в туесе. А вот здесь вот, ну да, в принципе, вот этот сектор вполне мне и пригодится. Конечно, съем бересты не очень приятная процедура для дерева, но совершенно не смертельная. Сейчас я буду снимать и потихонечку вам рассказывать. Чтобы процедура была безболезненной для дерева, необходимо брать только верхний слой коры. Сейчас, когда я отделю будущий материал своего туеса от дерева, я покажу вам, что имею в виду. Прямо под берестой находится слой пробки, который через некоторое время полностью чернеет. Вот смотрите, кто-то до меня уже здесь бересту снимал. Вот так выглядит эта пробка через 2-3 года после съема. А если слишком толстый слой снимать вместе с кадмием, сейчас покажу вам, что получается. То это, конечно, для березы травма. Вот здесь уголочек. Я вам открою, и вы поймете, о чем речь. Можно подковырнуть. Вот какую можно снять толстую бересту. Но сделать из нее ничего нельзя. Во-первых, она очень ломкая. Вот видите, прям крошится в пальце. А во-вторых, для дерева это очень травматично. Вот уже под слоем луба открывается непосредственно ствол. Во время съема нужно быть очень осторожным, чтобы береста не треснула. Нужно пальцами отделять кору от ствола. Примерно так, как мы отделяем шкуру от животного, когда хотим ее сохранить. Аккуратно нужно завернуть и тянуть по всей поверхности, чтобы ничего не порвалось. я подхожу к той границе, которую очертил в самом начале. Я бы сказал, это правило съема. Правило съема от Тимофея Баженова. Дикарь. Итак, у меня в руках находится слой березовой коры, именно такой, который необходим для того, чтобы сделать небольшую, ну, в общем, достаточную емкость. Емкость для воды и более того, эта емкость будет устойчива к кипячению, то есть ее можно будет ставить на огонь. Для того, чтобы правильно загнуть, нужно положить угол на ладонь и другой ладонью надавить. Делать все нужно осторожно, чтобы береста не сломалась. Один уголок готов. Не нужно стремиться, чтобы вот здесь все было ровно. Главное, чтобы вот эти грани не были заломлены. Они должны быть абсолютно круглыми. Палочка из сырого дерева, расщепленная вдоль, работает как идеальная прищепка. Обратите внимание. Теперь другой угол. углы деревянной чаши должны быть завернуты внутрь, а не наружу. Потом объясню, зачем. И так, вот он, ковшик, примерно на литр. Абсолютно водонепроницаемый, крепкий. Теперь осталось проверить, как он держит воду. Ну, потому что слова словами, а дела делами. Пойдемте, зачеркнем. Какая прекрасная, чистая вода в колее. Так и хочется ее прям сразу нахлебаться. Но, как я уже говорил, стоячую воду нужно обязательно дезинфицировать. Сейчас проверим, держит ли воду мой туесок. Кстати говоря, держать очень удобно вот за эти ручки. сейчас лишнее сольется, и вы поймете, что посуда, в общем, почти герметичная. Вот, последние капли падают. Можно подумать, что оттуда все вытекло. Нет, это не так. Давайте я покажу вам, сколько там осталось. Осталось там почти литр. Итак, все убедились, что это работает. Теперь можно, пожалуй, набрать и пойти кипятить чай. Дикарь. Как вы видите, опустилась ночь, но к ночи у меня все было уже готово. Дом построен, очаг горит, дрова запасены, и я тут сижу, как огурчик. Когда строишь такой дом, нужно обязательно учитывать направление ветра, потому что, если ветер будет дуть в открытую стенку, как вы видите, одной стены в моем жилище нет, то тут будет неуютно. Пламя в очаге будет гулять, могут загореться стропила, это не очень хорошо. Поэтому сначала определяем направление ветра и ставим со стороны ветра длинную стенку. Короткая стенка, соответственно, с другой стороны, иначе не будет тяги. Костер, простейшая нодия, я не очень люблю классическую нодию из двух бревен, потому что там надо сердцевину вытесывать. В общем, довольно сложное, длинное занятие. Я складываю обычно из трех. Вот сейчас сложил из четырех, потому что мне нужно сверху поставить чашу. Чашу эту я сделал из бересты, вот она, она небольшая, но поскольку вода здесь в лесу только болотная, пить ее нежелательно, нужно ее прокипятить. Многие думают, что кипятить в берестяной посуде нельзя, это большая ошибка. Вода в такой посуде прекрасно кипит, и можно ее пить. Есть несколько правил выделывания вот такой посуды. Во-первых, внутренний слой должен быть всегда наружу, потому что береста содержит дегуть, и если завернуть внешним белым слоем к огню, то вода впитает дегуть и будет сильно горчить. Нужно, соответственно, воду наливать вот сюда в белое, а на огонь ставить коричневое. Я в интернете видел, что когда делают такие чаши, уголки заворачивают наружу. Это категорически нельзя делать, потому что на огне эти уголки сразу сгорят. Уголки должны быть внутри. Ну, соответственно, прищепки, это просто расщепленные влажные палочки, которыми уголок защипываешь. А вот эти распорочки нужны для того, чтобы в огне при деформации вода не разлилась. Я буду ее ставить прямо в огонь, но пока она не наполнена, ее нужно подальше от огня держать, а то она может треснуть или видоизмениться. Вот эта стенка полностью сформирована из запаса дров. Сейчас лето, это, скорее всего, не понадобится, но если вы будете ночевать в таком укрытии зимой или поздней осенью, то выходить среди ночи за дровами это, конечно, не очень хорошо. Для чего же я собираюсь кипятить воду? Я целый день, как вы видели, работал, набегался, у меня был длинный маршрут, и ноги у меня болят. Так бывает всегда, когда преодолеваешь длинные пути, ноги болят очень сильно. Почему это происходит? Потому что в мышцах накапливается молочная кислота. Как же от этой молочной кислоты избавиться? Она, кстати говоря, становится часто причиной ночных судорог у людей. Десантники обычно берут с собой в поход лимон. Чем больше ты вечером или когда собираешься спать пьешь кислой воды, тем лучше расщепляется молочная кислота в мышцах. У меня, как вы видите, с собой лимона нет. Поэтому я буду использовать еловые кончики. Дело в том, что молоденькая еловая иголка содержит лимонной кислоты больше, чем лимон в 11 раз. То есть от нее пользуются больше, чем от заграничного лимона, от нашей обычной елки. И вот я собираюсь заварить себе такого елового чайку и попить, чтобы завтра ноги не болели, чтобы не было так называемого миозита и чтобы ночью меня не били судороги. Кто много ходит, много путешествует, знают, про что я говорю. Для того, чтобы вскипятить воду на костре в берестяной емкости, нужно взять две сырые палочки, то есть не сухие, а живые. Дерны положить на палочки, проделать отверстие в нем. Сейчас объясню, зачем. И все это вот сюда, в середину. Вот таким образом. Для чего это делается? Для того, чтобы пламя не лизало бересту. Вода изнутри смачивает, у нас огонь проходит. Воздух подпитывает все это снизу, потому что лежат две поперечные палки. А земля не дает бересте гореть, чтобы пламя не лизало ее снаружи в сухих местах. Поскольку вода здесь болотная, кипеть должно не меньше 10 минут. Ну, а заваривать я предпочитаю сразу. Тем более, это дело долгое. Для того, чтобы сделать витаминный напиток, нужно брать только те веточки, которые появились на свет этой весной. В них основные витамины, они мягкие и кисленькие. Если брать темно-зеленую хвою, она будет отчетливо горчить. а это будет прекрасный кислый лесной отвар. Земля стала горячая вокруг, можно ее аккуратно снимать, для того, чтобы посмотреть, как выглядит мой туис. хотя, может быть, данное устройство стоит называть не туисом, а туиском. Что у нас тут снизу? Прекрасно. Абсолютно ничего не прогорело. До сих пор продолжается кипение. И хотя я горячее не очень люблю, но сейчас, пожалуй, хлебну. кисло, вкусно, дымом пахнет, совершенно не горчит. А все почему? Потому что внутренней пробковой стороной было к огню, а белой прекрасной, самой что ни на есть русской березовой стороной и внутрь. Вот поэтому и не горько. Конечно, от температуры исказилась форма моего туиска, поэтому я и говорил, никогда не забывайте вставлять палочки внутрь, как бы распорочки, потому что, ну, согласитесь, это же не кастрюля, это всего лишь березовая емкость. Конечно, она имеет право как угодно скомкаться. В любом случае, это рейтинг Баженова. А сейчас, пожалуй, прилягу здесь у костра, да и посплю. Спокойной ночи, дорогие друзья. А ноги-то отпускает уже. Дикарь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Доброе утро. Это рейтинг Баженова и меня зовут Тимофей Баженов. Я прекрасно выспался, комары в мой дом не залетали. Нужно сказать, что мой дом простоит долго. Трава прорастет и может быть я вернусь сюда через несколько месяцев. А может быть даже и на следующий год. А может три года простоит. Не знаю, как повезет. В любом случае, я попил своего целебного елового чайку и должен отправляться дальше. Может что-нибудь вкусное найду. это Владимирские земли, исконные русские. Не успеешь остановиться, бытом обрастаешь. День простоишь лагерем, уже вроде как и живешь здесь, уходить никуда не хочется. Но я все-таки, наверное, цыган в душе. Должен все время путешествовать. А путешествовать на голодный желудок совершенно неохота. Сейчас приготовлю себе лесной еды. Да такой лесной, какой вы, наверное, и не видели раньше. Эх, березки, елочки, шишечки, иголочки. Березки были, бересту убрали, елочки были, заваривали их в берестяном ковшечке. А теперь, дорогие друзья, мой коронный номер, еловая каша. Что нужно сделать, чтобы поесть хорошие еловые кашки? Ну, во-первых, нужно выбрать хорошие еловые шишки. Вот такие, например, не годятся. А почему? Потому что они влажные, чешуйки у них закрыты. Нужно выбирать вот такие шишки. Вот это просто идеал. Вот таких шишек нужно собрать некоторое количество. Но сначала нужно обязательно раздеться, снять футболку, низ у футболки, завязать узлом. Ну, вы можете делать и по-другому, я делаю всегда с помощью футболки. Рукава завязываю тоже. Короче говоря, делаем из нее мешок. Начинаем собирать шишки вот такие раскрытые. вот вот эту шишку уже видите, кто-то ел, но в принципе она все равно годится. Вы спросите, а для чего же это делать? А я вам сейчас расскажу. Там растут кедры, там есть кедровые орехи, но семена обычной шишки, они ничем на самом деле от кедровых не отличаются. Просто они очень маленькие. Их оттуда можно достать. Вот видите, если вот так вот сыпать, вот они на ладони. Вот эта мелочь, которая может показаться трухой, это и есть очень вкусные семечки. Итак, нужно насобирать целую футболку шишек. Это только кажется, что песенки поет, да шишки собирает, да все вот так быстро получается. На самом деле это не быстро. На хорошую кашу нужно набрать примерно 3-4 ведра. шишек. Но это если вы собираетесь друзей угощать. А обычному человеку достаточно ну скажем двух футболок. Теперь когда шишки собрались нужно взять за два узла закрыть вход и вот так об коленку колотить. Все как с обычным зерном. его ведь сначала обмолачивают вот сейчас я как раз обмолачиваю а потом обмолачивают зачем? Чтобы зерна из колосьев выскочили. А теперь нужно отделить зерна от плевел. Что такое плевела? Это всякие шелуха которая мешает отделить хороший продукт от плохого. так что-то еще тут в вороте осталось да и там кстати полно еще ингредиентов для еловой каши. Сейчас покажу что получается вот смотрите вот отделилась шелуха и зерна. В сухую погоду все конечно легче но во влажную тоже можно так делать вот так пересыпаешь и полегонько дуешь. Это значит веять. Зерно ведь сеют потом молотят а потом веют. Веют чтобы набегающие потоки воздуха освобождали зерна от плевел. Можно еще вот так чуть-чуть подолбить и вот они зернышки искомые из которых кашу что варить. Теперь покажу как разделять дальше. остались как вы видите только чешуйки и какая-то мелкая коричневая пыль. Вот эта мелкая коричневая пыль и будет моей кашей. Представьте себе каждая пылинка это маленький кедровый орешек. Скорлупа у него тонкая тонкая в принципе можно и со скорлупой есть но если еловую кашу сварить то все будет гораздо лучше. вот так провеивается мусор улетает а семечки остаются просеиваю если было сито было бы вообще отлично я умею делать в лесу сито покажу вам когда нибудь сейчас просто не буду тратить на это время потому что каши мне нужно немного я один а на одного человека можно приготовить и без просеивания вот видите все больше крупы все меньше шелухи ну и последний этап уже в котелке сейчас я аккуратно соберу это все в котел и зачерпну воды семечки еловые тяжелые и они конечно же упадут на дно а шелуха легкая и она конечно же всплывет и вот тогда верхний слой я отправлю в помойку а нижний с удовольствием съем как бы это вот чтобы вам было видно вот вот она крупа то пошла еловая так здесь все как обычно чтобы варить целый котел каши нужно полтора стакана крупы чтобы у меня получилось примерно половина котелка мне нужно насыпать сюда где-то ну половиночку треть стакана этой самой еловой странной субстанции осталось заполнить водой сейчас я вернусь пошел к ручью как я как я и говорил сверху всякая пакость всплыла вот она я ее есть не буду это не надо настоящие зернышки тяжелые и они тонут когда завариваете еловую кашу вот эта промывка должна выглядеть так одна треть крупы одна треть воды и одна треть шелухи то есть никогда не делайте это в слишком маленькой посуде а то получится у вас гуще и не сможете отделить зерна от плевел я использую обычные палочки просто держу их по-китайски ну вот собственно почти вся грязь сошла можно ставить варить так варить надо где-то минут 10-12 еловая каша очень быстро кипит и быстро разбухает выглядит она примерно как гречневая а по вкусу как хорошо распаренный кедровый орех дикарь прошло 10 минут и очевидно мои еловые крупинки раздвухли я думаю самое время их с огня снимать так вообще подобные упаковки я видел в Китае там подают еду именно в таких из коры странных емкостях поэтому я решил сегодня вместо вилки и ложки использовать китайские палочки поймать сложно вкусно немножко горчит емкость маловато много шелухи осталось но она не вредная эта шелуха ну и не полезная конечно конечно если говорить об энергетической ценности еловой каши наверное стоит ее потщательнее просеивать и проверивать чтобы не было вот таких вот чешуек скорлупы всевозможной и хотя скорлупа у еловых орехов совершенно не такая жесткая как у кедровых но тоже приятного мало с другой стороны эта скорлупа все равно место в животе занимает а значит сытость приходит вы наверное видите что я достаю оттуда прям целые кусочки действительно еловые зерна при распаривании создают некоторые агломерации червяк какой-то там попался но оно и понятно потому что эти шишки на земле давно лежат и в них уже все заползли кто мог кстати некоторые шишки даже сбрасывают с веток животные белки птички в общем вот такая вот дикая еда как пел Федя Чистяков березки елочки шишечки иголочки березки елочки шишечки иголочки вчера были в общем все ингредиенты для того чтобы стать настоящим индейцем конечно если было бы повкуснее я бы подольше посидел а так пойду пожалуй с самого детства я ездил в экспедиции и ходил в походы со взрослыми и каждый раз покидая стоянку я плакал так жалко мне было этого места и вот сейчас конечно я не плачу я уже лет 20 наверное не плакал но на душе как-то грустно жалко такое обжитое место оставлять недолго совсем был я здесь но стало оно мне самым настоящим домом меня зовут Тимофей Баженов я пошел к своей машине и сейчас поеду в Москву мыться спать и в следующую командировку ну вот и все дорогие друзья подошел к концу этот очередной выпуск чудо-передачи рейтинг Баженова меня зовут Тимофей Баженов и я дикарь веду дикий образ жизни дикий но симпатичный меня часто спрашивают чему учит ваша передача а я как-то даже и теряюсь не знаю что ответить думаю что нужно отвечать как в школе в третьем классе учительница спрашивает чему учит эта книга ученик книга учит добру и если говоришь что книга учит добру пятерка у тебя в кармане так и моя передача она учит добру но кроме всего прочего теперь вы еще знаете как построить крепкий и теплый дом в котором можно жить не только летом но и осенью и зимой и весной и он простоит несколько лет теперь вы знаете как точить ножи и топоры на еловом полене знаете как сделать туесок в котором можно не только переносить воду не только пить из него как из чашки но и кипятить воду варить суп и кашу и в конце концов я уверен что раньше вы не знали что на свете существует понятие еловая каша и уж конечно никогда ее не пробовали а теперь когда вы все это так подробно разглядели вы обязательно сварите свою еловую кашку и она может быть будет даже вкуснее чем моя в следующий раз будет еще интереснее я еду в следующее путешествие я еду я еду в следующее Продолжение следует... Продолжение следует...